В микрорайоне Люберецкий состоялось торжественное открытие полисадика. Новое образовательное учреждение готово принять в своих стенах сотню юных жителей округа. Подробнее в нашем сюжете. Несмотря на суровый декабрьский мороз, на улице весеннее микрорайона Люберецкий теплая праздничная атмосфера. Здесь открылись двери нового полисадика. Здесь можно как-то, скажем, детей устроить. Они здесь будут обогрены, накормлены, за ним будет уход хороший. Садик у нас замечательный. Мы скажем в застройщику спасибо, они нам помогли это обустроить. Галина Чермашенцева ждала открытия мини-садика с рождения сына. Частное дошкольное учреждение не позволял семейный бюджет. Теперь она сможет выйти на работу. Это поможет молодой семье выплачивать ипотеку. Ожидания у нас очень позитивные. Хотим, чтобы тут было интересно, весело, чтобы тут был для наших детей как второй дом, вторые мамы. Поэтому хотим, чтобы тут все было прекрасно. Сто счастливых семей получили места в полисадике. Сформировано четыре группы по 25 человек. В каждой два педагога и один младший воспитатель. Это дошкольное учреждение рассчитано на ранний возраст. То есть здесь дети от года и семи до трех лет. То есть это такой вид присмотра ухода, а основная педагогическая деятельность у нас происходит в основном корпусе. Дети получат первую ступень социального опыта, пребывая в данном дошкольном учреждении. Проект мини-садов «Полисадик» хорошо зарекомендовал себя в регионе. Поэтому он будет продолжен. В 2022 году предстоит ввести еще 200 мест в детских садах поселка Октябрьский и микрорайона «Самолет». А в 2023 году 200 мест для маленьких жителей, проживающих в Зенино. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.